Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые коллеги. Разрешите выразить свою благодарность за представленную возможность представить нашу работу, наш разработанный нами протокол при массовом поступлении больных с COVID-19. Продолжение следует... Что разработанные протоколы в Узбекистане были правильными и оказали очень большую помощь при лечении тяжелых, крайне тяжелых больных, находящихся в революционном отделении, в тех клиниках, которые были специально открыты для больных с COVID-19. Хотелось бы представить статистику в мире. Как показывает статистика, в настоящее время инфицированных больных по всему миру около 97 миллионов и летальность представляет более 2 миллионов. Что касается статистики по Узбекистану, в настоящее время количество инфицированных больных более чем 78 тысяч больных и выздоровевших более чем 76 тысяч инфицированных больных различной степени тяжести. Возвращаясь назад к разработке нашего протокола, хотелось бы отметить, что руководством Узбекистана было проделано очень много профилактических мероприятий, таких как ведение карантинного режима, который в свою очередь привел к снижению инфицированных больных, а также создание онлайн-консультантов, групп онлайн-консультантов для больных с COVID-19. И учитывая, что в начале пандемии у нас были всего лишь спорадические случаи заболеваний, и началось увеличение количества инфицированных, начиная с июля месяца, правительством было, особенно президентом Республики Узбекистан, было постановление о мерах по организации деятельности службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан. И была создана группа онлайн-консультантов из ведущих ученых, анестезиологов, реаниматологов, задача которой входила – это провести анализ частоты поступлений тяжелых и крайне тяжелых больных с COVID-19, изучить демографические и клинические характеристики тяжелых и крайне тяжелых больных при массовом поступлении в клинике города Ташкента, страцифицировать факторы прогноза выживаемости больных за COVID-19, изучить причины летальных исходов при тяжелых и крайне тяжелых больных и разработать протокол введения COVID-19 в отделениях реанимации и интенсивной терапии. При этом были учтены такие патогенетические аспекты развития, как острой дыхательной недостаточности, острой респираторного синдрома, стептического состояния ТЭЛа при коронавирусной инфекции COVID-19. Показывая статистику, нужно отметить, что распределение пациентов по возрасту отмечалось наибольшее количество инфицированных, начиная после где-то с 50 лет и больше, чем 80 лет. Демографическая структура пациентов показала, что больше всего у нас были мужчины, среди инфицированных было больше мужчин и по умерших тоже преобладал мужской континген. На инвазивной вентиляции легких на момент увеличения волны у нас было где-то около 20% больных и также эти больные были старше 50-летнего возраста и старше 80 лет. Группой консультантов был разработан и отработан протокол введения тяжелой войны с коллега 19 при массовом поступлении в АРИД с учетом мирового опыта. При этом протокол основывался на трех китах. Естественно, это была антикоагулянтная терапия, респираторная поддержка, а также антибактериальная терапия. Алгоритм антикоагулянтной терапии представлен на слайде. Он показывает, что при COVID-19 обязательно было назначение гипокогуляционной терапии. То есть учитывались факторы повышенного риска тромбообразования. Это такие, как возраст старше 60 лет, это люди с поражениями клапанов сердца, это больные с хронической сердечной недостаточностью, с поражением почек, это были поражения легких, более чем 70%, тромбоцитопения и время свертвости крови было менее чем 3 минуты. И при этом мы назначали гепариновые низкомолекулярные гепарины, как обязательно, и обязательно при этом еще назначалась антикоагулянтная терапия. При отсутствии низкомолекулярных гепаринов нами рекомендовалось внутривенное введение гепарина до 1500 единиц в час, которое показало эффективность проводимой терапии. Респираторная терапия при COVID-19 состоялась из-за того, что при поступлении, как указывали уже докладчики, что больные поступали с низкой сатурацией, при этом неплохо себя чувствовали, но состояние на глазах менялось, ухудшалось состояние, и больные уже попадали в тяжелую гипоксию. И поэтому при поступлении в АРИД первым пунктом являлось проведение неинвазивной СИПАП с содержанием кислорода во вдыхаемой смеси более чем 70% под контролем сатурации, а также подбирали поддержку под давление, повышая ее до 10 см водного столба при положительном давлении кислорода на выдохе до 8 см водного столба. То есть целевой дыхательный объем при этом составлял 6-8 мл на килограмм. Допивались сатурации до 92%, при этом частота дыхательных движений должна была быть менее чем 30 минут. Если же цена дыхания была высокая, то есть частота дыхания была больше чем 30 минут, мы продолжали неинвазивный СИПАП и добивались того, чтобы у больного при менее чем 30 минут повышение сатурации кислорода было больше чем 92%. В случае эффективности лечения далее мы переводили больных на назальную оксигенотерапию с потоком 80 литров в минуту и со снижением содержания кислородного вдыхаемой смеси до 50% при сохранении сатурации более чем 92%. Положение промпозиции являлось обязательным, при этом мы рекомендовали смену положения каждые 2-3 часа и чтобы больной находился больше промпозиций до 18 часов. Конечно же, учитывая, что контингент больных был в основном с ожирением или сердечной недостаточностью, положение промпозиции, то есть поза молящегося не всегда нам давалось поддерживать, но при этом мы старались больных держать на боку и начинали их класть на бок периодически. Иногда рекомендовали по часовой стрелке крутить больной, чтобы он находился и на спине, и на боку, и больше всего, конечно же, в положении промпозиции. Что касается интубации трахея, мы подходили к этому методу инвазивной вентиляции легких не всегда. То есть показаниями для интубации трахеи с переводом на инвазивную вентиляцию легких являлось это оглушенное сознание, если же у больного были высокие показатели неэффективности проводимой терапии, а также когда сохранялась обдышка и частота дыхания более чем 35 минут, более чем 24 сутки, и сатурация менее 90%, мы приходили уже к радикальным методам проведения вентиляции легких. Что касается антибактериальной терапии, конечно же, было бы целесообразно назначать антибактериальную терапию после получения анализов в бактериальной лаборатории, но не всегда приходилось получать эти анализы, поэтому, учитывая, что больные поступали уже в тяжелом состоянии, или же крайне тяжелом состоянии, нами была выбрана эмпирическая антибактериальная терапия при поступлении больных в арик, которым всем мы назначали препараты на первой линии. Это в основном, это был цифипием сульбактам, цифиразум сульбактам, или же цифтряксун сульбактам, и препаратами второй линии у нас был левофоксацин, или же максиклав, или же пиперицелин тазбактам. И при этом мы ориентировались на показатели цирреактивного белка, на лейкоцитоз, сдвиг влево нитрофилов, а также на наличие суперинфекции, то есть когда уже присоединялась вторичная бактериальная пневмония. То есть при этом мы наблюдали стойкую гипертермию более чем 72 часа, и наличие цирреактивного белка более чем 50 мг на литр. И при этом ориентировались на подтвержденный положительный бак к посеву суперинфекции. И препаратами третьей линии у нас был обязательно же аминогликозиды, или же это линозолит, или же имидеменцитатин. Базовая терапия на тяжелых случаев мы применяли вершперон 100 мг один раз в день в нитре, нитраты при наличии гипертонической болезни и ИВС. И обязательно же сопровождалось все наше лечение с гастропротекцией. Это был аминопрозопироз, или же назначение нитровенного равипрозола. Хотелось бы отметить о назначении того факта, как дексаметазон. Хотелось бы сказать, что до разработки национального протокола глюкокортикостероиды назначались по-разному и в различных дозах, но по рекомендациям ВОЗ и в результате применения опыта европейских стран мы рекомендовали дозу препарата 8 мг в сутки однократно. Хотелось бы также остановиться на режимах инфузионной терапии. То есть была обязательная поддержка эффективного транспорта кислорода и нормовой волимея. И при этом, конечно же, больше рекомендовалась спироральная регидратация больных, но, опять-таки, если же больные не могли употреблять в достаточном количестве жидкость или же отмечались патологические потери, а также на фоне высокой цены дыхания больные не могли оторваться от СИПАП режима, то есть, когда снимали маску, снижалась сатурация кислорода и больной ухудшался. И при этом мы проводили, конечно же, инфузионную терапию, при этом назначалось около 500 мл физраструктуры. Но, оценивая инфузионную терапию, мы придерживались таких правил, как оценить состояние волимеи, то есть, имеется ли дефицит жидкостей, или же жидкость нужна для поддержания волимеи. Также мы решали, какой раствор на лучшей степени выполнит роль в исполнении дефицита и будет поддерживать норму волимею. А также была какова причина дефицита жидкости и наличия неощутимых потерь, или же почечных потерь. И, конечно же, обязательно нужно было соблюдать скорость инфузионной терапии, чтобы не было болезненного введения, а было тетрованное введение жидкости. И в качестве начальной инфузионной терапии всем больным вводилось около 500 мл хлористого натрия, но 9% хлористого натрия под контролем диуреза и суточного гидробаланса. Для достижения отрицательно вводного баланса при сохранении нормы волимеи мы назначали 20% альбомин вместе с хоросемидом и скорость инфузии при этом обязательно нужно было соблюдать 10 мл в час, чтобы не было нагрузки на малый круг. Чего же мы здесь добивались? Учитывая, что 20% альбомин имеет высокое коллоидно-осматическое давление, таким образом мы собирали жидкость из других секторов сосудистые русла и поддерживая коллоидно-осматическое давление, дезинтоксикационное влияние альбомина, антиоксидантное влияние, мы выводили эту жидкость из организма и при этом мы абсолютно не влияли на состояние волюмия организма, то есть инфузия альбомина 20% с форосамидом обеспечивала состояние нормы волюмия и никак не приводила гиповолюмия. Данные инфузии мы проводили минимально, это было где-то в течение четырех дней, опять-таки все зависело от возможности проведения данной инфузии и сами врачи иногда просили можно ли другим больным проводить инфузию альбомина с форосамидом. Но при этом нужно было обосновать назначение данного препарата и обоснованием данного препарата это было клиническое состояние больного и лабораторные показатели белковых фракций и цириактивного белка. Самым необходимым для введения больных с COVID-19 тяжелого состояния это было лечебное интеральное питание. И здесь тоже настоятельно рекомендуется не болезненное введение интерального питания, а непрерывное введение. Но учитывая, что больные находились в маске с проведением СИПАП режима, мы рекомендовали каждые полтора-два часа давать больным интеральные каши и дальше продолжать по 50 миллилитров, чтобы это было в течение дня больных, чтобы не нагружать больных большими объемами, а также не прерывать от кислорода терапию на долгое время. Это было обязательным условием проведения лечебного интерального питания, что показало эффективность данного режима кормления больных. То есть мы несколько дней в основном проводили интеральное питание лечебными кашами. Ну, в конце своей презентации разрешите благодарить вас за внимание. Надеюсь, что наш опыт ведения больных, протокольное ведение больных при массовом поступлении вас заинтересовало и я готова отвечать на ваши вопросы. Спасибо. А я с превеликим удовольствием буду их задавать с учетом того, что вопросов действительно много пришло. Учитывали ли вы в протоколе при ведении больных с COVID увеличение сахара в крови? Какая была ваша тактика? Спасибо большое. Спасибо. Конечно же, учитывая, что больные находились на терапии с кортико, на фоне кортикостероидов, естественно, у нас было очень много больных. И с первичным выявлением сахарного диабета, и больные с сахарным диабетом, отмечалось повышение уровня сахара. гипоксия при этом мы должны учитывать, что гипоксия приводит к нарушению функций всех органов, в том числе и поджелудочной железы. И поэтому конечно же шла коррекция сахара. Хочу отметить, что в группе онлайн-консультантов у нас находятся не только анестезиологи, ревматологи, у нас есть кардиологи, пульмонологи и эндокринологи. Эндокринологи они вводили свои коррективы в лечение, то есть они назначали простой инсулин или же инсулин длительного действия в зависимости от уровня сахара. И при этом проводился обязательно анализ в течение сутки. Обязательно должен был измеряться уровень сахара в 3 часа ночи и в 6 утра и в зависимости от показателей эндокринологи вводили свои коррективы. В процессе энтерального лечебного питания, когда мы были только на лечебных кашах, также учитывалось наличие уровня сахара, потому что на фоне лечебного питания уровень сахара в разы уменьшался. И поэтому я думаю, что проведение больных на фоне лечебного питания это приводит к тому, что для больных это меньший стресс, они получают достаточное количество нутриентов необходимых для организма и калории, и в свою очередь уменьшается фактор повышения сахара в крови. Спасибо. Спасибо вам большое. Еще один вопрос. Сегодня докладчики говорили об инфузионной терапии. Видимо, в России и Украине она не запрещена при COVID-19. Да и вы упомянули в своем докладе. Почему в Узбекистане говорили, что инфузии нельзя? Или это все-таки ограничения только на инфузии дома, без контроля врача? Совершенно верно. Почему инфузии нельзя? Дело в том, что в начале пандемии у нас начали лечить COVID-19 все врачи, можно так сказать, независимо от того, занимаются ли они инфузионной терапией и своей практикой. И изначально население всегда считает инфузионной терапией более эффективной, нежели оральную регистратацию. То есть учитывая, что на фоне температуры при других заболеваниях в самом деле инфузионная терапия она эффективна. Но COVID-19 это новое заболевание, которое ограничивает инфузионную терапию, чтобы наше население не занималось самолечением, что было в начале пандемии. В Узбекистане запретили проводить инфузионную терапию в домашних условиях и только в реанимационном отделении под контролем и контролем врача разрешается проведение инфузионной терапии по показаниям. И финальный вопрос. ВОЗ не рекомендовали применение гидроксихлорахина, но в клиниках Ташкента его применяли массово. Сейчас изменилась ситуация. Сейчас изменилась ситуация. Почему все-таки гидросхлорихин? Изначально в патогенезе COVID-19 считался цитокиновый шторм. И учитывая, что гидросхлорихин является таким мягким иммуносупрессором, назначался для предотвращения развития цитокинового шторма. Но после работ итальянских ученых, когда мы поняли, что в патогенезе преобладает не цитокиновый шторм, цитокиновый шторм, он присоединяется уже в тяжелых состояниях, когда больные находятся в реанимационном отделении, преобладает тромбоз сосудов, гидросхлорихин, убрали исследования и исключили, вернее, из исследования и ВОЗ не рекомендовал его назначение, так как все-таки все назначения ВОЗ у нас основываются на метаанализе и поэтому когда ВОЗ уже пришел к такому выводу, в Узбекистане тоже прекратили назначение гидросхлорихина. Спасибо вам огромнейшее за то, что вы сегодня вместе с нами были и от себя могу спасибо сказать и от наших зрителей, потому что действительно комментариев очень и очень много, огромнейшая вам благодарность. спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...